Ферма племенных шиншилл, молокоперерабатывающий цех и центр досуга. В День независимости Казахстана в Есельском районе появилось сразу три новых объекта. На торжественной церемонии открытия побывала наша съемочная группа. Казахстан добился высоких результатов во многих сферах жизнедеятельности и громко заявила о себе на международной арене. Особое внимание в стране уделяется и развитию малого и среднего бизнеса. Государственные гранты, льготное кредитование и субсидирование займов. Только с начала этого года в нашей области около 700 человек воспользовались господдержкой. Многие из них запуск производства приурочили к 26-й годовщине независимости Казахстана. С размахом этот праздник встречают и в Есельском районе. Сегодня здесь запускают сразу три объекта. Среди них цех по производству кумыса ТО «Даниярагра». ТО появилось на рынке в 2015-м. Его директор Дулат Калитов больше 30 лет живет в южной столице, но его не перестают волновать вопросы родного села. Над идеей открытие кумысного цеха работал около года. Воспользовался господдержкой, взял кредит – порядка 40 миллионов тенге на покупку оборудования. Некогда заброшенное здание в селе Жаргаин за короткие сроки превратилось в молокообрабатывающий цех. В пилотном режиме здесь удавалось получать до 70 литров кумыса в сутки, при производственной мощности – в 200. В планах у бизнесмена расширить предприятие. Молоко мы решили не возить куда-то, а здесь на месте в селе переработать. Уже будет продаваться готовый продукт. В планах дальнейшего развития центра доступа мы хотим построить комнату в качестве спортзала с теплыми раздевалками и туда поставить спортивные снаряды. Кроме этого, в населенных пунктах Жаргаин-Нурнек мы планируем провести водопровод, канализацию в рамках ГЧП. Новая мечеть – свой ток, а теперь и центр досуга. Благодаря стараниям бизнесмена облик села преображается с каждым годом. Вторую жизнь Дулат Калитов дал и средней школе. Ее закрыли в прошлом году из-за нехватки учеников. Предприниматель сделал там ремонт. Теперь это место станет центром культурной и спортивной жизни сельчан. А для ребят, которые вынуждены добираться на занятия в соседнюю деревню, организовал бесплатный автобус и школьное питание. За него ученикам тоже не надо платить. У нас вот хорошая новость. Центр досуга нам открыли для молодежи, для населения. Как бы есть где проводить свободное время, праздники отмечать. Сегодня великий праздник. Поздравляем с праздником. А всей души вам желаю счастья, крепкого здоровья и мира на нашей казахстанской земле. Чтобы было у нас все хорошо. Я поздравляю всех казахстанцев с главным государственным праздником Днем Независимости. Желаю им крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и процедания. В День Независимости в селе Явлинке открыли фирму по разведению племенных шиншилл. Эти пушистые грузуны обитают в неволе только в Чили, Перу, Боливии и Андах. В Казахстане единственный, кто официально выращивает этих экзотических зверьков – Евгений Шмалько. Он привез их из России. Сейчас в клетках 25 пар плюшевых травоядных. Одна из них уже принесла первый приплод. Этим малышам сейчас около двух недель. Особых условий для содержания шиншилл не требуется, говорит фермер. Две столовые ложки специального корма, стакан воды и сухофрукты на десерт – все, что нужно этим грузунам для счастья. Главное – следить за влажностью и температурой воздуха в помещении. Я решил заниматься шиншиллами, потому что как бизнес, занятие шиншиллами – это высокорентабельный бизнес. А также потому, что данная отрасль в Казахстане малоазвита и нужно развивать. И это еще не паханное поле. Насколько мне известно, переизбытка шиншилл еще не будет в районе 50 лет. Предприниматель хочет завести шиншилл других расцветок, а также построить специализированный убойный цех. Всего в Есельском районе около 800 объектов малого и среднего бизнеса. В текущем году было одобрено 10 проектов. Из них 9 проектов – это субсидирование процентной ставки, вознаграждение и один – грантное финансирование. На сумму более 200 миллионов тенге. Порядка 15 индивидуальных предпринимателей взяли кредит и на разведение животноводства. Помимо этого направления предприниматели Есельского района активно занимаются развитием растеневодства, торговли и оказанием услуг. Алина Баржанова, Желдозбек, Ермуканов. Новости МТРК.